Здравствуйте! Это программа «Разговор по существу». Не так давно был принят федеральный закон, который расширяет возможности программы материнского капитала. Все больше семей задаются вопросом, что же изменилось. Об этом мы и поговорим с управляющим отделением пенсионов России по Магаданской области Светлана Коруненко. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый ребенок родился в семье в апреле 2020 года. Получит ли женщина право на материнский капитал и сколько это будет в деньгах? Вопрос действительно очень интересный и многие люди сегодня задают эти вопросы. Скорее так, наверное, самый простой из тех, которые прописаны в законе, самая простая ситуация. Первый ребенок – это основное изменение, которое закон принял. Ранее по федеральному законодательству семьи с рождением первого ребенка на сертификат права не имели, соответственно, на средства материнского капитала. А вот как раз с этого года, с 1 января 2020, они такое право приобретают. И семья с рождением первого ребенка получает сертификат на 466 617 рублей. Это наш случай как раз. Поэтому, да, получат сертификат и, соответственно, средства в размере 466 617. Если первый ребенок родился в январе этого года, а второй в декабре 2020, какова сумма будет материнского капитала и будет ли он вообще предоставлен? Конечно. Точно так же семья у нас подпадает под действие нового закона и первый и второй ребенок появляются в рамках нового регулирования закона, который вступил в силу с 1 января. В связи с рождением первого ребенка семья приобретает право на 466 617 рублей. А когда появится в семье второй ребенок, они получат еще 150 тысяч рублей. В итоге это будет 616 617 рублей. Если мама родила первого ребенка в декабре 2019 года, будет ли ей предоставлено право на получение материнского капитала в связи с новым законодательством? Да, в данной семье, в данном примере, все замечательно. Семья имеет полное право на сертификат на первого ребенка, потому что правовое регулирование, как мы говорили, вступило в силу с 1 января. И первый ребенок родился с 1 января. То есть уже сразу семья получает право на 466 617 рублей. И в случае, если второй ребенок появится в семье, все-таки появится, будем так говорить, не важно в этом году или может быть он даже в следующем году появится, в этом случае семья получит право на дополнительную сумму еще на 150 тысяч рублей. Если мама родила первого ребенка в декабре 2019 года, будет ли ей предоставлено право на материнский капитал в связи с новым законодательством? К сожалению, нет. Потому что факт события рождения ребенка в семье первого произошел до вступления в силу закона, который дает право на такую вот эту. Женщина получила сертификат на материнский капитал в 2009 году в связи с рождением второго ребенка. Получит ли она в этом году доплату в размере 150 тысяч рублей? Нет, к сожалению, право на увеличенный размер появляется в том случае, когда второй ребенок появляется на свет, рожден или усыновлен в семье, начиная с 1 января этого года. Поэтому, к сожалению, для данной семьи нет. Если у женщины двое детей родились в 2003 и 2006 годах до принятия закона о материнском капитале, а в январе 2020 у нее родился третий ребенок, полагается ли ей материнский капитал? Если полагается, то в каком размере? Да, полагается. И это как раз уже второй или последующий ребенок, как написано в законе. То есть это третий ребенок. И не суть важна, когда появились в семье первые дети. Поэтому здесь, да, право на 616 тысяч рублей. У мамы был один ребенок, рожденный в 2012 году. Она рожает второго ребенка в мае 2020. Положен ли ей материнский капитал? И опять же, какой размер, если положен? Да, абсолютно аналогичная ситуация. Хоть первый ребенок немножко отличается от предыдущего вопроса. Там дети появились до начала работы программы поддержки семей. Программа у нас начиналась с 2007 года. А здесь и в рамках действия программы первый ребенок появился, и второй уже в рамках нового законодательства. Поэтому сумма будет право у семьи на 616 тысяч 617 рублей. В 2016 году женщины родились двойняшки. За материнским капиталом она не обращалась. В каком размере будет выдан сертификат на материнский капитал, если она обратится в 2020 году? Ну, поскольку дети появились опять же до вступления в силу закона, то в любом случае эта сумма 466 тысяч рублей на дополнительную сумму, как в этом году. Рожденные дети в этом году приносят дополнительный доход семье. К сожалению, в данной семье права не будет. У женщины четверо детей. Они родились до 2020 года. Сертификат получила в 2010 в связи с рождением третьего ребенка. Положено ли ей увеличение размера материнского капитала в случае рождения после 1 января 2020 пятого ребенка? Ну, несмотря на то, что здесь уже многодетная семья прям в полном составе, что называется, как и раньше было пятеро детей. Сейчас у нас трое детей многодетно. А здесь уже даже пятый ребенок появится. К сожалению, право на государственную поддержку именно из федерального бюджета семья уже реализовала. Раз был выдан сертификат, значит, собственно говоря, право на доплату, к сожалению, у данной семьи из федерального бюджета уже не будет. В январе 2020 года у женщины родилась тройня. В каком размере будет выдан сертификат на материнский капитал? Ну, здесь у нас и первый ребенок, и второй ребенок. Все в рамках нового регулирования. Поэтому сертификат будет на 616 тысяч. Мама имеет двух детей 2012 и 2015 годов рождения, но при этом не обращалась в органы пенсионного фонда за выдачей сертификата на маткапитал. Она обратится за сертификатом в апреле 2020 года. В какой сумме будет установлен материнский капитал в таком случае? Как и в начале говорили, факт рождения детей состоялся до вступления всего закона. То есть в рамках прежнего регулирования. И несмотря на то, что она не получала сертификат, еще раз подчеркиваю, факт рождения, появления в семье второго ребенка, у нее будет право на размер, который был предусмотрен предыдущим регулированием. То есть на 466 тысяч. Женщина усыновила в 2020 году первого ребенка. Полагается ли ей материнский капитал? Да, да. Появился в семье, и закон так и говорит, рожден либо был усыновлен ребенок. И раз он в рамках нового регулирования 2020 года, появляется в январе 2020 года, значит да, право на сертификат есть, а семья получит 466 тысяч. Если в 2018 году женщина усыновила ребенка, а в 2020 у нее родился ребенок, положен ли ей материнский капитал? Да, потому что первый ребенок был. Второй, он такой же ребенок, что первый ребенок как бы принес право, если был в 2020, усыновленный, не суть важна. Здесь законное рождение в 2020 году, новое регулирование. Да, право есть. Мужчина усыновил свою малолетнюю сестру после смерти ее матери, которая была единственным опекуном. В решении суда вступила в законную силу в феврале 2020 года. Положен ли ему материнский семейный капитал? Да, да. Это, кстати, новое в законе. Раньше там процедура была гораздо более сложная, когда отец, единственный усыновитель, появляется отец у ребенка. Здесь, слава богу, право есть, да. Он получит также 466 тысяч рублей, как любая другая семья, в которой появляется первый ребенок. В 2016 году мужчина усыновил ребенка. В 2019 он женился и ожидает в семье рождения ребенка в 2020 году. Ага. Положен ли ему сертификат на материнский капитал? Ну, такая несколько нестандартная ситуация, да. Первый ребенок уже у нас был, второй появится в 2020 году. У него права на первого ребенка нету, потому что там была история отдельная. Там он не являлся, право для усыновителя, единственным мужчиной не было предусмотрено в предыдущем регулировании. Сейчас у них ситуация выглядит так, что за второго ребенка, которого она родит, для мамы это будет первый ребенок, для него это второй ребенок, но получат они сертификат, она будет владельцем сертификата, как за рождение первого ребенка. 466 тысяч. Родят еще следующего ребенка, значит. Напоминаю, это была программа «Разговор по существу». И мы беседовали с управляющим отделением пенсионного фонда России по Магданской области Светланой Коруненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова